всем привет ребята сегодня у нас на канале с вами очередной выпуск о технике карате техники самообороны и в этом коротком выпуске я хотел бы вам показать разницу прямого удара ногой мая герри от прямого удара ногой как говорится пыром и объяснить вам почему нужно выполнять удар именно так как допустим показываю я или какие-то мастера восточных и наборств и не надо выполнять так как делают это новички или люди которые вообще рядом с каратэ с восточными ножками не стояли но хотят притянуть на себя немножечко этого одеяла так вот на что мы обращаем внимание как я уже раньше говорил в спортзале ваши движения не скованы ботинками поясным ремнем допустим курткой вещами которые лежат у вас в кармане штанах вы свободны в передвижениях и естественно штаны кимоно они намного шире чем обычные брюки вы можете выполнять удары вы прочно стоите на полу потому что вы занимаетесь босиком на улице нужно в первую очередь обращать внимание на факторы которые сопровождают вас в любой ситуации будь то мокрый асфальт мокрая листва осенью скользкая подошва вашей обуви узкие допустим штаны которые не удобны для того чтобы поднять ногу выше пояса пояс сам ремень плотный мягкий верхняя одежда поэтому если вы допустим на улице выполняете удар майя герри нужно учитывать все факторы чтобы потом не получилось так что задрал ногу шваркнулся об асфальт вроде все выполнял правильно тебя заломали тебе настучали в репу не забывайте об этом сейчас переходим к нашему удару в первую очередь удар когда я в спортзале со своими учениками отрабатываю этот удар я им говорю чтобы они становились обычную легкую боевую стоечку и первонаперво мы начинаем отработку с подъема колена на уровень пояса то есть у нас нога идет вот так вот вверх у нас нога не идет как удар по мячу футбольному нет так конечно тоже можно ударить допустим в промежность чпок и человек сложился мы говорим о прямом ударе удар носком или пяткой в живот человеку сначала поднимается колено если человек может поднять ногу в колене согнуть то потом он ее расправляет по направлению к своему противнику и если техника удара техника выполнения этого удара соответствует с тем стандартам которые были приняты раньше в карате для того чтобы нанести быстрые хлестки хороший удар ваш удар получится очень быстрым почему я говорю о том что нужно сначала но не только я многие тренера говорят поднимается сначала колено выносится корпус вперед и потом наносится удар заметьте вы наносите удар и тут же очень быстро забираете ногу обратно это мы делаем для того чтобы нас наш противник не схватил за ногу уходя с линии боя не приподнял или просто бросил назад или вытянул на себя это очень важный момент и его никогда нельзя выпускать из внимания поэтому когда мы бьем прямой удар ногой мы делаем вот что сначала мы поднимаем ногу в колене выносим корпус вперед и выбиваем пружиной по направлению к нашему противнику и уносим ногу обратно и уносим многие новички зачастую делают вот так вот неплохо молодцы но это удар в промежность это не моя гири это не прямой удар это удар по дуге можно сказать по касательной такой удар очень легко противнику заметить схватить вас и как я уже сказал вытянуть или назад или помочь вашей ноге задраться еще выше чтобы вы перевернулись и упали на спину не забывайте пожалуйста о том какие моменты какие факторы влияют на выполнение этого удара именно на улице спортзал это спортзал улица это улица если вы выходя на улицу допустим сталкиваетесь с кем-то кто вынуждает вас принять его условия боя принять условия его драки скажем так потасовки в первую очередь вы выбираете позицию вытянутой руки по направлению к вашему противнику для того чтобы потом легко его или атаковать или контратаковать вот пожалуйста у меня позиция по направлению к моему противнику вот такая вот высота на которой висит у меня вот этот мячик лопнувшая груша ну сколько метр тридцать допустим да все рука вытянута вы не даете своему противнику к вам близко подходить и в момент когда вы просто-напросто вынуждены сделать свой первый шаг если касается удара моя герри вы делаете шаг назад и тут же наносите ему встречку просто и наносите удар вы выбиваете ногу вперед не поднимая ее пыром а а именно выбивая вперед вы встретите противника в живот солнечное сплетение может быть грудную клетку зависит от того как высоко вы задерете ногу и какой силы будет удар но самое главное никогда не забывайте о том что тренироваться можно всегда и везде я как-то на одном видеоканале оставил такую фразу мой спортзал весь мир то есть неважно где я нахожусь будь то спортплощадка будь то лес лужайка или вот как здесь у меня поле дерево я всегда где-то найду место для того чтобы позаниматься это должно стать и вашим правилам если вы вникните в это жить станет намного легче и тренироваться станет намного легче ваши условия тренировок будут приближены к реальности все что я хотел сказать по теме удара мая герри не забудьте подписаться на мой канал поделиться видео с друзьями оставить лайк комментарий qr-код для тех кто желает стать спонсором канала с вами был я владимир козырчук оставайтесь с нами всем удачи позитива да пребудет с вами сила и здравый смысл